Всем привет-привет! Мои постоянные зрители наверняка помнят ролик осенью 20-го года. Я выставляла его на канал о том, что у меня на конце одного из цветоносов фаленопсисов начала развиваться детка, но она застопорила свое развитие. А от основания этой детки, как будто бы из нее, из деточки, пошел цветонос. Я тогда размышляла на тему, а бывает ли вообще такое, что такие детки, не имеющие ни полноценных листьев, ни собственных корней, бывает ли такое, что они могут свести самостоятельно? Нет, конечно, все идет от основного растения. И питание детки, и развитие вот этого бокового цветоноса, все идет просто через детку. Не будь детки, наросшей на месте этого сочленения, все равно бы орхидея дала боковую почку, и развился бы этот прекрасный цветонос. Ну, многие меня просили показать, как вообще будут развиваться дела у моих орхидеек, которые чудили в 2020 году просто не по-детски. Ну, какой год такие чудачества? Так вот, сейчас покажу вам несколько экземпляров. Это у меня орхидеи одного и того же сорта. Развивали свои длинные-длинные рога ветвистые, и не успела раскрыться первый цветочек, не успела я этим единственным на тот момент солистом налюбоваться. Как тут же во всей моей орханише, то тут, то там начали раскрываться остальные цветки на вот этих вот многочисленных цветоносах. И, ребята, эта красота просто неимоверная. Я перенесла эти орхидеи на лоджию, потому что там, во-первых, цвет более натурально передается, нежели когда фаленопсис стоит в окружении фитоламп. И здесь холоднее. Сейчас, когда у нас там минус 20 с чем-то за окном, тут конкретно холодно. И я надеюсь, что этот холод, как консервант, сможет удержать мне это цветение на подольше. Но вообще, судя по всему, сорт это Микки Смайл. Сорт очень благодарный, очень легкий на подъем, очень щедрый, очень долго длится цветение. И поскольку все купленные когда-то экземпляры у меня выжили и расцвели, я решила один из них разыграть. И сегодня я выставила пост с розыгрышем. И вижу, пока записываю это аудио, что сверху то и дело прилетает сообщение о том, что новый участник подписался. Нужно написать слово «хочу» или слово «участвую». Я этому человеку присуждаю номерок. И потом, когда все, кто хотел участвовать, уже отметятся в комментариях под постом о розыгрыше при помощи независимого рандомайзера мы проведем этот розыгрыш. Это уже второй, который состоялся у нас на Патреоне. Раньше я бесплатно разыгрывала орхидеи, но чаще проводила лотереи, когда нужно было билетик покупать. Вот, ВКонтакте, в нашей группе «Зрим в корень орхидейный». Сейчас все розыгрыши бесплатных орхидей перекочевали на Патреон. Там нужно только иметь постоянно оформленную подписку и написать о своем желании участвовать в комментарии. Все, доставка в этот раз будет за счет победителя. Растение достаточно громоздкое, потребует и покупной коробки, и вес у него достаточно объемный. Поэтому, ребята, отправка за ваш счет. И если вы живете в Казахстане или в Республике Беларусь, то доставка будет только с ДЭКом. Об этом я тоже в посте написала. Судя по габаритам даже нецветущего растения, размер коробки будет не меньше М. А это наша первая орхидея, которая была разыграна на Патреоне до Нового года, в декабре месяце, по-моему. Вот, орхидейка маленькая, миниатюрная, хрупкая. Но, вы знаете, Елена, говорю, я обращаюсь к женщине, которая выиграла этот дендробиум. Я недавно на этих псевдобурбочках, которые уже порядком облысели, я нашла, вы не поверите, еще несколько новых свежих почек. То есть у нас уже будет третье цветение, начиная с лета 2020 года. Вообще фантастический какой-то цветун. Мне ужасно обидно, потому что остальные мои экземпляры, они даже по одной почке пока что еще не выдали. А этот без устали старается, и каждый раз чем-то меня радует. Елена живет в Германии. Когда я объявляла розыгрыш этого дендробиума, я сказала, ребята, кто будет из-за рубежа принимать участие, ищите способы доставки. Обычная почта к вам не доставляет. СДЭК может отправить посылки только в Казахстан и Республику Беларусь. Это уже проверенный вариант. И я не знаю, когда откроют границы, когда я смогу долететь до той же самой Чехии, и там по Евросоюзу отправить вам орхидею. Нет, ищите тогда, не знаю, родственников в России, которые когда-нибудь к вам поедут, которые будут ухаживать за вашей орхидеей. Ну, или какие-то другие способы придумывайте. Конечно, то, что нас так сильно сейчас разъединили, это многие наши жизненные планы пообломало, в том числе и планы моих подписчиков, которые живут в Европе, и которые ждали, когда же я погружу эти орхидеи на самолет и смогу их потом из Чехии, из Праги отправить. Ну что ж, такова жизнь. Будем искать позитив, будем как можем развлекаться. Сейчас зима, нет возможности пойти купить орхидею или заказать и получить её быстро. Все отправки до весны задерживаются, а хомяки наши нас изнутри просто поедают, требуют постоянно каких-то новых орхидейных эмоций. И вот такого вот рода розыгрыши позволят нам как-нибудь до весны продержаться, протянуть. Итак, ссылку на Patreon, где в последнее время публикуется большинство моих орхидейных и не только орхидейных публикаций, и где у нас проводятся вот эти вот розыгрыши бесплатных орхидей. Ссылку я оставляю, как всегда, в инфобоксе под видео. А также я оставлю ссылку на Patreon в первом комментарии под этим постом. И этот комментарий будет закреплён, поэтому вы всегда будете его видеть в первую очередь, когда пойдёте читать комментарии. Приходите к нам на Patreon не только за халявными, скажем так, орхидеями, но и за тем орхидейным, около орхидейным и просто общением, которое у нас там происходит. Каждый день публикуются какие-то посты. Каждый, я надеюсь, найдёт что-то интересное для себя. Участникам желаю победы и всех целую, ещё приду.